Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и здесь же в студии Салават Хамедурин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижерез». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о башкирских родах. И, как уже было неоднократно сказано, мы идем с запада на восток. И сегодня мы берем род Ельдяк. Да. Ну, давайте традиционно скажем сначала территорию, которая как раз и обозначается родом Ельдяк. Род Ельдяк, он такой, в общем-то, интересный, находится в северо-западе исторического Башкортустана. Это как раз у нас значительная часть Дерутюлинского района. Как раз сам город Дерутюлин тоже стоит на Ельдякских вотчинах. Значительная часть Бураевского района род Ельдяк. Восточная часть Илишевского района. Чикмагушевский немножко захватывает. В общем, вот в той области находится этот род Ельдяк. Происхождение его очень интересное. Я считаю, что еще в свое время, когда наш патриарх этнографической науки Раиль Гумерыч Кузеев пытался, в общем-то, определить, что это за название. Вот непонятно, да? Ельдяк и так далее. Откуда они? Что такое? Ну, на основе анализа тамк он пришел к выводу, что это, в общем-то, отпочковавшиеся кипчаки, которые переселились в средние века с юга исторической Башкирии вот на северо-запад. А что это такое? Что это за анализы? Пишите его. Ну, вот у них тамги оказались такие же, как у кипчаков. Тамги. То есть, вот, знаете, да, тавро, которое ставили тюркские, а до этого иранские народы древние, скифы сармадские, в общем-то, знак собственности. И тавро, значит, вот у них тамгаз оказался, как у башкир родов, значит, сарыш кипчак, кара кипчак, я кипчак, это с юга Башкирии. Но я говорю, что тамги – это аргумент, но, на мой взгляд, не всегда он такой убедительный, что ли. Ну, во-первых, никто не может дать гарантии, что какая-то идея, скажем, дизайна его не могла повториться у одних и у других, но это может быть такое. Во-вторых, в конце концов, кому-то понравилось какое-то изображение, он решил его заимствовать. Конечно. Допустим, кружок, круг какой-то с палочкой, он всегда, так скажем, это универсальная графическая фигура, которую, в общем-то, легко можно каждый себе, так сказать, переписать. И так далее. Но здесь другое, в общем-то, более, скажем, и веский аргумент. Дело в том, что на самом деле в половецком поле, то, что мы называем дэштикипчаком или просто собирательно называем их кипчаками, на самом деле фиксируется по русским летописям племя с похожим названием. Значит, у нас ельдяк, а там ельтукови. Ельтук, то есть, вот это племя по-русски, значит, ельтукови, то есть, ельтуковцы, они фиксируются и по русским летописям, и, в общем-то, я, в соответствии, по родовой номенклатуре мы находим, в общем-то, в источниках. Плюс у них, у самих предания, у ельдяков остались, они, вообще-то, свой род, естественно, как вот раньше это было принято, родоплеменной название привязывали к имени конкретного какого-то человека. Всегда так это была, такая мифологизация, мы знаем. Что выходит основатель рода. Да-да, ну, как, допустим, поляки и чехи, вот у них легенда, что сначала был Лех, родначальник поляков, и чех, его родной брат Лехи, и чехи, и паши, так сказать. В общем-то, такая универсаль общечеловеческая. А у них, значит, был якобы такой некий ельдяк-тархан, который как раз вот с юга Башкирии переселился туда, поступил на службу, значит, казанскому ханству, хану это вот в первой половине XVI века. Ну, в общем-то, более или менее мы с происхождением ельдяков разобрались, все-таки все склоняются, что это, в общем-то, от кипчаков они ушли. Хотя по своим генетическим параметрам они, в общем-то, отличаются от кипчаков. Это вот какая-то такая у них ИИ-2, гаплогруппа у кипчаков, в основной массе, значит, R1А, то есть, это как бы разные генетические. Но даже кипчак, это ведь не нужно думать, что вот это кипчаки. Это очень собирательное название, вот как половецкое поле, просто вот так, а там на самом деле... Так же, как и монголо-татары, они как минимум совершенно другой имеется в виду, что мы сегодня называем. Да-да, и там, в общем-то, все это разнородный такой винегрет там был и кто угодно. К сожалению, вот у ельдяков не сохранилось вот такого мощного шажере родового, да, который бы отражал там какие-то вот их этапы, истории до присоединения к русскому государству. Вот, допустим, как это есть у табынцев, есть у кипчаков, у брузяна и так далее. Ну, а тем не менее, у минцев и у рматинцев и так далее. Ну, я уверен, что это было, но поскольку вот я же говорю, что они жили на северо-западе, а на северо-западе, в общем-то, очень давно уже перестали вести вот этот всаднический тип. Образ жизни утратили, а вот когда происходит утрата, происходит переход к новому образу жизни, происходит вот как раз утрата вот таких вещей, как шажере. Все-таки шажере – это такая вещь, которая почему-то хранится, сохранилась у кочевников, или если не кочевников, то этнический групп, который ввели вот такой всаднический военный образ жизни. Почему? Потому, что это было как раз вот таким юридическим документом, доказывающим то, что вот они произошли вот от кого-то там, от какого-то знаменитого человека. Соответственно, доказывающие право собственности, право власти и так далее. Да, на землю и так далее. Поэтому это, в общем-то, закономерно. Я уверен, что у них было, но потом все это было утрачно. Пока мы далеко не ушли, я вот спрошу про род Буре-Ильдяк. Это тоже самый род просто подразделений или это отдельный род? Это подразделение. Буре-Ильдяк у них вот, кстати, они взяли за вот Бураевский район, где сейчас само Бураево, самое крупное ельдякское село, вот райцентр, сначала было это ельдякская деревня Бураево, потом она сейчас разрослась, стала райцентром и дало название Бураевскому району. Вот как раз они взяли за основу герб Бураевского района, там волк нарисован такой, подразделение Буре-Ильдяк. И вот они поместили 4 тамги 4 башкирских родов, которые проживают на территории Бураевского района. Вот одна из тамг как раз принадлежит роду ельдяк. Ну, а говоря об экономике этого рода, что известно вот начиная со средних веков и до начала, в общем, 20-го века? По источникам, которые мы имеем, по ельдякам, а мы вот самые ранние имеем где-то 30-е годы 17-го века, вот все это самое раннее, что нам удалось найти, довольно-таки древний, да, вот даже по американским масштабам это вообще там какая-то древность, да, 30-е годы 17-го века. Ну, да. Они все-таки какой-то народ был такого, все-таки военного, такого всаднического характера, поскольку вот они до 1637-го года находились в измене. В измене, то есть, как бы не хотели приносить повинность московскому царю, находились с Кучумовичем по Сибири, значит, вместе были в числе его поддержки. И нанимались в то войско, да, в Сибирске? Ну, где то, что нанимались, это, я думаю, просто это было, так скажем, именно такая феодальная традиция, верность вассала, в общем-то, своему Сизерену, и вот они где-то в Сибири там вместе с ними ходили, воевали, потом вот, видимо, уже устали от этих войн, вернулись на родину, вот, и потом документ сохранился, просили, чтобы им вот их вотчины, пока они отсутствовали, там, в общем-то, другие роды уже начали зариться на их землю, и вот они начали просить, чтобы вернули землю, и удивительная вещь, они говорят, просят по реке Белой, вот верните нам по реке Белой там, вот только мы ловим рыбу, то есть, это из документов мы видим, что они были вот как раз вот в районе Дерутюлеево, там такие огромные песочные такие эти песчаные, вернее, вот такие пляжи, и там, видимо, были удобные места для рыболовства, и получается, что они вот важнейшим, скажем, их промыслом вот именно было рыболовство, вот в отличие от других, скажем, башкирских родов, да, которые... Хотя там и названия некоторые связаны с рыбалкой. Да-да-да, да, хоть хотя и так, да, вот, а это удивительно, они были рыболовами, плюс, ну, 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 уже в более близкие для нас времена, уже в XIX веке, они очень мощно занимали земледелием, и вот даже вот если вы приедете в Бураево, вам обязательно покажут дом местной знаменитости Шарафи Хамидов или Шарафи Бай, был такой у них, вот он жил в райцентре Бураева, вот его дом остался, вот он занимался, у него несколько было хлебных пристаний, вот он выращивал хлеб, и вот на баржах все это куда-то свозил, и даже такую байку рассказывают, что когда коммунисты пришли, в общем-то, реквизировать хлеб, он несколько барж потопил, как-то ему удалось, в общем, потопил, а потом, когда как раз ушли, он отвязал эти грузила, и эти баржи всплыли, вот, и в муке ничего не было, ну, вы же сами знаете, если в мука попадает, просто она покрывается вот этой пленкой, и все, а внутри там она остается сухой, и вот якобы несколько вот таких баржи, он где-то там под водой запрятан. Вот. Ну, вот если говорить об этнониме, вы уже сказали, что сами они ведут от имени какого-то, но есть ли какие-то другие версии происхождения этого этнонима, которые бы попытались перевести или дать какое-то значение? Нет, там никак не переводится, там единственное то, что понятно, что какой-то древний, видимо, возможный антропоним, последняя, значит, частица дяг, да, там, буздяг, а буздяг мы знаем, значит, это имя как раз, вот другой род, о котором будем рассказывать, страшно рода Канглы, вот буздяг и шимбетов, да, и так далее, это имя, и здесь тоже ель, дяг, в общем-то, просто какой-то элемент антропонимический, и единственное, что, ну, я хотел бы вот коснуться вот их, скажем, знаменитых людей, вот как раз я начал говорить о Шарафе Хамидове, вот в 18-м году, вот если вы знаете, когда, вернее, в 17-м году, когда была проглашена башкирская автономия в пределах вот Малой Башкирии пока, то есть, южная часть и восточная, юго-восточная часть Башкортостана, в общем-то, основные, вот северо-западные Башкирии пока, в общем-то, не входила в провозглашенную Башкирскую республику, и вот Бураевский, значит, как раз в 18-м году самопровозгласился Бураевский кантон, Башкирский кантон, подняли восстание против советской власти, и вот они, Бураевцы, провозгласили себя частью Башкирской республики, в общем-то, с них, можно сказать, они были застрельщиками вот этого движения за присоединение башкирских властей уфимской губернии к Малой Башкирии, в общем-то, сейчас вот такое расхожее мнение, вот, там, большевики взяли, присоединили там уфимскую губернию, вот, к Малой Башкирии не надо было это делать, в общем-то, это не соответствует действительности, было мощное движение, вот такое движение как раз вот башкир уфимской губернии, сами, в общем-то, требовали присоединения к Малой Башкирии, а потом, когда уже в 20-м году вспыхнуло так называемое вилочное восстание, или восстание Черный Орел против большевиков, там вообще было как раз шло под лозунгом присоединения, и вот одним из руководителей этого движения в 18-м году, который провозгласил Бураевский и Башкирский автономный кантон, вот он такой анклавный, посмотрите, где Бураево, где Малая Башкирия, в общем-то, и как раз это был Шарафих Амидов, вот этот местный такой магнат, хлебный торговец хлеба, который жил в Бураево, в годы гражданской войны, уже или 20-х годах где-то, он эмигрировал в Турцию, сначала в Китай, потом в Турцию, в общем, и все его сейчас потомки живут где-то в Турции, но они часто приезжают в Бураево. То есть, не теряют связи? Нет, не теряют, да. Вот местный знаменитость Бураевского района. Но еще самый-самый, наверное, знаменитый, так скажем, ельдяковец, Башкир Ельдяк, это Мусагореев. Это, значит, самый выдающийся, значит, наш воин времен Отечественной войны, Великой Отечественной войны, дважды герои Советского Союза, просто таких, чтобы дважды героя такого во всем Уралопавловском регионе нет, он единственный. Вот, ну, и тем более в Башкирии, я считаю, что это самый прославленный воин, вот он из деревни родом Елякшеде, это Елишевский район, как раз вот там несколько деревень Башкира-Ельдяковцев, Елякшеде, Бешкурай, ну, и так далее, там, значит, как раз находятся на территории Елишевского района. Ну, и современных можно назвать, допустим, нашего премьер-министра Рустема Хабибовича Морданова, который из деревни Назитамак, это в Дертюлинском районе, это как раз Ельдякская деревня, и вот в своей книге как раз вот мы приводим метрическую запись о рождении его деда Мордана Абдулина, который, в общем-то, был основоположником фамилии Морданова. Мы сказали, что у нас первые документы, это первая половина XVII века. Значит, скорее всего, это те самые грамоты, да? Нет, нету ни грамоты. В том-то и дело, что вот грамоты не дошли, к сожалению. А просто вот они обращались к царю с Челобитной. Это Челобитные. В общем-то, они просили, вот почему там на наши земли кто-то заходит. Но если они обращались с Челобитной, значит, грамоты у них были. Грамоты, естественно, были, это, безусловно, значит, при присоединении к русскому государству, а я же говорю, присоединение шло, в общем-то, сепаратно, да, то есть, каждый род отдельно присягал и так далее. И потом при каждой смене, при каждом приходе нового государя всегда, значит, представители родов ехали в Москву и присягали. А вот мы как раз, да, обращаем внимание на то, что каждый род присягал отдельно, каждый род отдельно такую грамоту получал. А насколько это были типовые документы? Или с каждым родом соглашения писались заново и какие-то новые условия и так далее? Ну, во-первых, надо сказать, что Башхирм ведал посольский приказ. То есть, понимаете, да, что это такое? Конечно. То есть, они считались как иностранные граждане. Это посольский приказ, то есть, это не как-то присоединенное Казанское царство или Астраханское или так далее, которые уже считались прямыми холопами. Присоединенные слишком мягко. Ну, да-да-да, ну, завоеванные, но не суть, в общем-то. У Башхирии немножко был другой статус, договорной статус, и, в общем-то, им ведал посольский приказ. И в посольском приказе вот идеяки сидели... Мы говорим о 17 веке. Да, о 17 веке, начале 17 века, когда выдавались вот эти оберегательные грамоты или что-то, там вся поднималась вот эта переписка. И, естественно, с каждым родом, возвращаясь к вопросу, не было такого типового какого-то договора. Все там было индивидуально. Там смотрелось, как они себя вели по отношению к Кучумовичам и так далее, и так далее, и так далее. Некоторые роды в Зурале вообще не получили вочиного права за, так сказать, свое сотрудничество с ханом Кучумовичем и Кучумовичем. Но потом, правда, им удалось уже ближе к 18 веку все это обратно получить. К ним было довольно суровое отношение. И с каждым родом, я повторяюсь, в общем-то, все было индивидуально. Тогда я вот что хочу понять. Если мы говорим о 16-17 веке, внутри родовое администрирование было какое-то или нет? То есть, до подписания договоров и после подписания, да, вот этих грамот точнее, как они делились? На какие внутри подразделения делился род? Ну, вот этот вопрос, в общем-то, на самом деле плохо изученный. И как раз вот у нас много упреков. Вот выслушаем от московских коллег, почему вы не занимаетесь там вообще башкирским обществом? Вот занялся у нас доктор исторический наук Булат Ахмерович Азнабаев, наш, в общем-то, ведущий специалист, вот как раз по 17-18 веках. Вот он занялся. Там было довольно-таки сложно. Вот мы даже видим по титулатуре, там, как назывался глава рода, да? Вот тоже вопрос. Мы же старшины-то пошли уже во второй половине 18 века, а до этого как, скажем, автоземных источниках, то есть, местных источниках мы видим, что глава рода назывался, вернее, волос Ага назывался. Вот, и они так там улос или агал-аре, то есть, от, значит, главы властей внутри существовали, дуваны существовали, была должность, мы видим дуваны внутри каждой волости. Дуван, что такое дуван? У казаков есть выражение дуван-дувань, делить награбленное, да? А здесь, значит, дуван вообще и в любых ханствах, и в любых таких обществах саднического типа занимался какие-то хозяйственными и даже дипломатическими вопросами. Дуваны были, были, понятное дело, какие-то представители духовенства, то есть, мы видим, внутренне там было такое, значит... А территориально? Вот, например, понятие Аймака, оно когда появилось? Аймака, оно, понимаете, оно всегда это было, и ляу, улос, это все слова-синонимы, они выражают одно и то же, территориально-родовую единицу. Но в этих грамотах зафиксированы эти понятия? Да, конечно. Вот, в грамотах они зафиксированы, и территориальные границы Аймаков тоже зафиксированы. Они в русских документах, да, зафиксированы. И они называются Аймаками? Вы знаете, вот, сам распространенный, допустим, я же говорю, в источках туземного, то есть, местного автохтонного характера и ляу называются, и ляу, и ляу, и ляу, или ляу, вот. А в русских источках просто называется все волостями, такой термин применялся в волости. Просто, когда это уже стало частью Оренбургской губернии, если я правильно понимаю, то там был произведен довольно большой труд в топографии Рычкова, да, зафиксировать все эти территориальные... Да, 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 но и то он не все зафиксировал, там, хвала, честь и хвала Рычкову, то, что он записал вот как раз в топографии Оренбургской губернии, он записал роспись башкирских родов. В целом он молодец, все отразил, конечно, но кое-что упустил, но это не его, так сказать... Но объем, потому что работа была гигантская, конечно. Да, огромная, и, во-первых, башкирия какая была огромная, он там до каждого рода, где-то в Заурале, в Сибири, вплоть до Тюмени тогда они расселялись, это было очень-очень-очень сложно, но даже то, что зафиксировал, это уже хорошо. Давайте подведем какое-то резюме под историей, скажем так, рода Ельдяк. Насколько это большой род, насколько он повлиял? Род довольно-таки большой, сыграл, в общем-то, я же говорю, такой довольно-таки выдающийся роль в истории. То есть, один из самых важных моментов в истории рода Ельдяк, это как раз движение за присоединение к той башкирии, которую принято называть малой башкирии, которая была создана. Да, они вот эту политическую роль сыграли в 20 веке, в общем-то, они значительно довольно-таки видны. Ну, и вот как раз, я же говорю, это вот самый-самый, так сказать, бренд этого рода, это Мусагореев, конечно. Спасибо, я напомню, это был Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации Шижерея. Сегодня мы говорили об истории рода Ельдяк. Спасибо.